Всем привет, дорогие друзья! С вами AppPlan и начнем мы с сегодняшнего выпуска немножко нестандартно. Да, сейчас вы видите монитор, но сейчас увидите и мой планшет. Вот он. Приложение первое называется Cool Photo Transfer и с помощью этого приложения мы сможем демонстрировать наши фотографии на мониторе своего компьютера. Для этого необходимо находиться в одной Wi-Fi сети и после того, как вы автоматически подключитесь, просто нужно нажать кнопку Auto Connect, она автоматически подключится и вы сможете с помощью вот таких вот движений выкидывать ваши фотографии прямо к себе на монитор и показывать их своим друзьям либо родственникам. Давайте попробуем еще какую-нибудь фотку перекинуть. Вот так вот мы перекидываем и собственно в какую сторону мы перекидываем, с противоположной стороны вылетает данная фотография. Давайте попробуем взять фотографию какую-нибудь и отправить ее вот так вот вверх. Отправляем и как вы видите все вылетает. Естественно, вы сейчас видите стандартные фотографии Можно зайти в галерею, выбрать любую фотографию из нашей галереи Допустим, вот эту, и попробовать ее скинуть Кидаем, и вуаля, мы показываем фотографию, собственно, с моего планшета Прямо на монитор, где все видно намного лучше, крупнее, чем на экране моего устройства Вот такое вот приложение, возможно, кому-то оно понравится и пригодится Второе приложение называется Абсолютный слух И оно поможет вам развить ваш музыкальный, соответственно, слух И сделать вас несколько лучше Давайте попробуем выполнить какое-нибудь упражнение из тех, которые здесь присутствуют Здесь есть упражнение по сравнению интервалов, определению интервалов Определение ладов, аккордов, интервалов, пения Также диктовка ритма здесь есть и чтение ритма Давайте запустим определение аккордов и посмотрим еще на ритмы Итак, выбираем одно из присутствующих здесь заданий Допустим, первое И нажимаем начать И нужно выбрать, мажорное это трезвучие или минорное На мой взгляд, наверное, это было минорное Нет, я ошибся, это было мажорное А вот это какое? Вот это минорное Да, я оказался прав и ответил верно У меня нет музыкального образования, поэтому для меня это немножко непонятно Немножко сложно, но все-таки чуть-чуть я в этом разбираюсь Но не настолько хорошо, как бы мне хотелось Минорное? Нет, снова я ошибся Давайте вернемся назад и послушаем, допустим, чтение ритма Что тут за задание? Четверть и восьмая Выбираем ее, нажимаем начать Отстучите ритм на метрономе Неверно В общем, тут целая куча заданий для тех, кто хочет развить свой музыкальный слух И стать просто гением музыки Третье приложение называется Side Player Это некая надстройка для любого плеера Кстати, давайте посмотрим, что здесь есть в настройках Так, это нам нужно не сюда вернуться Так, где же это у нас было? В начале, когда мы первый раз запустили Нам необходимо было выбрать плеер, которым мы пользуемся То есть я пользуюсь стандартным Google Play Music И поэтому я выбрал его И теперь я смогу с помощью этого плеера управлять им Сейчас я, к сожалению, этих настроек не нашел Но давайте попробуем это сделать Открываем Play Music И давайте выберем, что у меня есть, моя фанатека Здесь из какой-то игры у меня есть пару песен И запустим ее Вот пусть она играет Допустим, мы свернули плеер И нам нужно срочно его выключить или переключить трек Для этого делаем свайп справа вот такой И у нас вылазит три кнопки Это пауза, следующий трек, предыдущий трек И снова же, если мы нажмем второй раз на кнопку, где была пауза Трек наш продолжит играть Чтобы скрыть данную панель, необходимо точно так же свайпнуть вправо Сейчас я это покажу Свайпаем и убираем его По-моему, достаточно удобно, если вы сидите в каком-нибудь приложении Или в какой-нибудь игре И вам неохота, например, вот тут вот опускать шторку Переходить в плеер и делать те же самые операции Вы можете просто вот так вот вызвать вот эти вот три кнопочки И в удобной форме выключить всю музыку Либо переключить на следующий или же на предыдущий трек Приложение называется Side Player Кому оно показалось полезным, скачивайте Ну а мы переходим к следующему Последнее приложение называется Свайп И это достаточно простой, но симпатичный блокировщик экрана Давайте посмотрим, какие здесь есть настройки Из настроек это только выбор экрана блокировки Включить-выключить И вибрацию при разблокировке соответственно Также можно выбрать обои Это либо обои стандартные для этого приложения Либо же ваши фотографии из галереи Оставим стандартные, потому что в моей галерее ничего такого нет Что я хотел бы поставить себе на обои на локскрине Блокируем экран, пробуждаем его И что мы видим? Вот такой вот локскрин Достаточно симпатично сделанный В минималистичном таком исполнении Если мы потянем влево, то мы отправимся в телефонную книгу Если вправо, то мы разблокируем наше устройство Мне в принципе такой локскрин нравится Я попользовался им Зарядку он совершенно не жрет И выглядит достаточно неплохо И стильно, можно и так сказать Кто хочет поэкспериментировать с локскринами Скачивайте, пробуйте На мой взгляд достаточно неплохой и удачный локскрин На сегодня я с вами прощаюсь Всем большое спасибо за ваше внимание С вами был AppPlan Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх Всем пока!